На календаре весна Сейчас в крае проходит акция «Безопасный лед», которую проводят сотрудники МЧС. Так насколько лед безопасен и как вести себя, если он все-таки провалился? Не только об этом спросим сегодня у Ксении Александровой, главного специалиста-эксперта отдела безопасности людей на водных объектах, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, акция проводится по всему краю? Да, акция проводится на всей территории края. А какие сроки ее проведения, в какой период времени? Это только весной происходит или... Нет, акция проводится весь период ледостава. С ноября по март она проходит, каждую последнюю неделю месяца. А почему каждую последнюю неделю месяца лед какой-то становится небезопасный? Каждую последнюю неделю месяца? Или почему? На самом деле эта работа ведется постоянно, но каждую последнюю неделю месяца, так определены сроки, мы привлекаем внимание граждан к этому вопросу. А вот оно что. Общественность. Я поняла. Но все равно весной, наверное, лед гораздо менее безопасен, чем, допустим, зимой в морозы, да? Конечно. А какое по толщине лед вообще считается безопасным? И где на данный момент в крае самый безопасный лед? На каких водоемах? Может быть, на озерах? Может быть, на больших реках? Безопасным для выхода одного человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Для одного человека? Для выхода одного человека. А если их трое, например? Выход на лед втроем вообще не рекомендован. То есть нужно соблюдать дистанцию, не идти прямо гуськом друг за другом, соблюдать дистанцию полтора-два метра. То есть по одному выходить? Да, выходить не рекомендовано. Ну и где у нас в крае самый безопасный лед? Безопасный лед только на ледовых переправах. А ледовых переправ у нас вообще сколько? Их в крае на сегодняшний день продолжают действовать семь. Семь ледовых переправ. И где-то возле Барнаула тоже наверняка есть, да? Нет, в Барнауле нет такой необходимости, нету переправы, не создавались ледовые. Кто чаще всего подвергает себя опасности, выходя на лед? Рыбаки, наверное, потому что у нас же рыбаки любят и в мороз, и когда чуть-чуть потеплело, им, собственно, ничего не страшного, мне кажется. Да, да. Основная категория – это, конечно, рыбаки, потому что зачастую увлекшись рыбной ловлей, этим азартом, они забывают о мерах безопасности, неадекватно оценивают риски. А они поскольку человек вообще выходят? Вот не наблюдали никогда за этим? Ну, есть на контроле места у нас традиционного лова рыбы, их в крае 12, вот где основное скопление рыбаков. Там основную работу свою проводим. Действуют ли на рыбаков именно какие-то предупреждения? Наверняка предупреждаете регулярно. Есть ли, может быть, какие-то штрафные санкции в отношении тех, кто в начале весны продолжает выходить на лед? Может быть, он еще толстый, но он наверняка неоднородный. И не просто еще выходит, а и на автомобилях выезжают некоторые. Мы, конечно, стараемся воздействовать. Надеюсь, что наше воздействие... Ну вот что вы делаете, например, да? Какие у вас... Проводим работу разъяснительную, раздаем памятки, листовки, объясняем людям. Вообще в крае, постановление в администрации края, номер 309, утверждены правила безопасного поведения. И из-за их нарушения, в частности, за выезд на транспортных средствах на лед за пределами ледовых переправ, или выход на лед в местах, где установлены знаки, что выход запрещен, за их нарушения может быть наложен штраф на граждан от 100 до 1000 рублей. А если юридические лица нарушают, тогда от 1000 до 10 тысяч рублей. А вообще вы кого-то штрафовали, допустим, в прошлом году, уже в этом году было такое? Да, конечно, безусловно. Но мы не штрафуем, штрафуют полномочные сотрудники администрации муниципальных образований. И потом эти рыбаки больше не выезжают на лед? Надеюсь, что нет. Вы надеете, что нет. Скажите, пожалуйста, наверняка же есть какая-то статистика происшествий на воде, которые происходят, может быть, в каких-то несчастных случаях, потому что не только рыбаки у нас выходят на лед. Ну, в сравнении, скажем так, этот год и прошлый год, если мы скажем... К сожалению, в аналогичном периоде прошлого года, вот на этот период уже зафиксировано 5 было происшествий с гибелью людей. С трагическим. Да. И это не только рыбаки. Еще до начала купального сезона, к сожалению, погибли четверо детей в результате провала или в результате падения в воду во время игры на берегу. А с родителями вы как-то работаете, раз мы уже сказали о том, что не только рыбаки гибнут, да? В прошлом году, я помню, школьник погиб в Барнауле, его, по-моему, несколько суток даже искали. Есть какая-то работа разъяснительная? Да. Да. Особый упор мы делаем на это, потому что мероприятия, акции охватывают и учебные заведения, проводим родительские собрания тематические, занятия, открытые уроки с детьми. Помогает это? Или все-таки родители как отпускали детей, так и продолжают отпускать? Я думаю, это помогает, но все-таки основной пример для детей – это их родители и их старшие родственники, поэтому на них стараемся оказывать воздействие, потому что зачастую своим поведением легкомысленным они подталкивают детей к таким же поступкам аналогичным. А штрафы на родителей какие-то есть или нет? Или вы просто их немножко пожурили, скажем, и все? Убеждаем. Просто это убеждение, да. Тоже как рыбаки, не каждый, я думаю, этому убеждению поддается. А давайте еще раз тогда напомним, как вести себя, если вдруг лед не выдержал. И как вести себя человеку тому, который провалился, да? И как вести себя тем людям, которые рядом находятся с этим человеком? Потому что, наверное, в такой ситуации многие начнут паниковать. И тот человек, который провалился, и тот, который рядом. Ну, мне так кажется, если бы я оказалась в такой ситуации. Ну, вы правильно сказали. Основное правило в любой чрезвычайной ситуации – это не поддаваться панике. Если вы провалились под лед, нужно в первую очередь попробовать позвать на помощь. Потому что рядом могут находиться рыбаки такие же или очевидцы, какие-то прохожие могут помочь. Для того, чтобы самостоятельно выбраться, нужно широко раскинуть руки, попытаться лежа забраться на лед с той стороны, с которой вы пришли. Ну, и выбравшись, нельзя сразу вставать на ноги. Нужно или ползком на животе, или попробовать перекатиться, откатиться в сторону от промоины, от полыньи. А есть какой-то телефон, по которому, например, ну, вдруг рядом с человеком... Это телефон службы спасения 112. Да, если вы стали очевидцем происшествия, нужно сразу же вызвать спасателей. Также нужно закричать, позвать на помощь очевидцев, привлечь внимание. И потом только, если есть такая возможность, попытаться оказать помощь человеку. В этом году, получается, у нас все достаточно соблюдают все правила поведения, да? Я знаю, все ли соблюдают, но, к счастью, трагических происшествий пока что не зафиксировано. А уже, получается, совсем скоро закончится ваша акция, да, безопасный лед? Четвертый этап акции закончится 3 марта. Впереди еще один этап. Еще один этап он будет? В конце марта. В конце марта. Ну, спасибо вам большое, наверное, Ксения. Может быть, еще раз призовете как-то тех, кто нас сегодня смотрит, как вести себя на льду, который сейчас, на самом деле, небезопасен. Я призываю граждан соблюдать правила, заботиться не только о своей жизни безопасности, но о жизни безопасности своих близких. В первую очередь, это дети. Ни в коем случае не оставлять детей одних возле водоемов, потому что вода – это источник повышенной опасности для детей. Особенно, наверное, вот в период, когда кажется, что лед еще достаточно прочный. Да, впереди и каникулы весенние. Дети будут проводить свое время вне школы. И в этот период надо быть внимательными особенно. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня мы говорили о том, как правильно вести себя на небезопасном в данный момент льду с Ксенией Александровой, главным специалистом-экспертом отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.